Добрый вечер, друзья! Наконец-то, наконец-то все-таки сравниваем лечик. Мне так сказать, мне, честно говоря, не нравится его называть лечиком, но лечик 18 лет и лафровик лорд. Неизвестно, сколько лет. Загадка. 75 евро против 110 евро. Мне, честно говоря, интересно. Я еще хотел добавить раосай, но мне сказали, что я не добавлял раосай, потому что он здесь ни к чему. Лечик 18 лет. Сразу же видно, что он намного каштановый такой. Если лор похож на янтарь, сейчас уравняем, то лечик похож на каштан. Не знаю, с чего начать. Начнем с лора и перейдем, так сказать, к более, как минимум, к более дорогому. Хотя у лора там тоже, вроде говорят, есть старые сорта. Всегда улыбаюсь, когда лор пью. Ой, не лор. Да, и лор тоже, и лафровик. Всегда. Ну, мне очень нравится лафровик. Из тех трех видов виски, что я пробовал. Сладость, мед, корица. Да, да, да. Есть этот запах такого торфа и каких-то оттенок его медицинского торфа. Назовем так. Вот этой вот фирменной фишки лафровика. Есть. То есть, его не спутаешь. Не с лафровиком. Запах, запах у него восхитительный. Восхитительный запах. Прям интересно, все-таки удивит ли нас лечик 18 лет чем-то кроме цвета. На порядок выше, друзья. У меня когда-то было видео, у меня талискер против артбига. И после запаха артбига, талискер, запах практически не чувствовался. И вот если вы его посмотрите, я какое-то время все-таки принюхиваюсь к талискеру, пытаюсь найти. Настолько яркий был артбиг. Лор очень яркий. Лор очень яркий. Но лечик перебивает запах лора и говорит, я здесь, ну по запаху главное, он говорит. Я в этом доме хозяев. Вот запах такой минеральный. Это не селекта. Селекта очень простой минеральный. А здесь такой глубокий минеральный. Хорошо, скажем, какой-то супер навороченной минеральной воды, который там, и куча запахов. Запах торфа, запах вот ядированных водорослей. Запахом перебивает лору. Ну, соответственно, и ценой он тоже перебивает лору. Хочется выпить. Хочется попробовать это сравнить. Давайте начнем. Восхитительный торф. Восхитительный вкус. Торф не восхитительный. Вот вкус какой-то, знаете, такой очень старой бочки. Очень старой бочки. Который превращается в торф потихоньку. Оставляя сладкое, восхитительное, послевкусие. Торфяное какое-то. Медовое. Ну, сладчайшее. Торф с медом. Очень, очень. Ну. Все достойно. Все на уровне. А теперь нам лечик с нами поговорит. И что-то расскажет. И вот как с запахом, так же и со вкусом. Так же и со вкусом. Это я думал про соседскую собаку, которая гавкает. Значит, это так же и со вкусом. Лечик. Мне его не нравится называть, конечно, лечиком. Как там, как приятеля какого-то. Это достойный виски. Это достойный такой вот друг. Значит, он перебивает вкус. Он перебивает вкус лафроеклора, которого я тоже очень уважаю этот виски. Он перебивает и показывает, опять же, кто в доме хозяин, кто сегодня побеждает. Но ярче и вкуснее. Дым, нотки, водоросли, минерализация. Ощущение, что вот, ну, тебе не хватает каких-то пару, не знаю, не капель минеральных, газиков каких-то. Не хватает, вот, чтобы ты сказал, что это, ну, это уже будут не виски, а шампанское тогда. Но восхитительно, восхитительно. И восхитительно, что после такого яркого виски, как лорд, ты все-таки чувствуешь, что лечик выше. После вкусия у тебя появляется персик. Друзья, откуда персик? Они, наверное, даже не знают там на островах, что есть персики. Как они выглядят, нет, как они кушают. Но откуда он здесь взялся? У тебя появляется персик. У меня ощущение, что я вот съел персик. Потом этот персик превращается потихонечку в нотки угля. Да, это не торф, это вот ощущение затухшего костра какого-то. Или затухающего костра. Это, конечно, ну, вот, вы знаете, для меня, что в этом сравнении было? Вы скажете, там, Алексей, ну, понятно же было там, по идее. А мне было непонятно. Мне было интересно. 75 евро против 110 евро. Неужели действительно Лафрой Клор, который я, ну, восхищаюсь которым, он проиграет лечику, и он действительно проигрывает в моем выводе, он проигрывает, он действительно проигрывает. И действительно, 110, вдруг кто увидит дешевле. А, я что забыл сказать, потому что я когда начал гуглить, оказывается, есть лечики разные, и это батч 3, то есть это третий разлив у них, а есть и батч 4, и батч 2, надеюсь. И батч 1, но я их не видел. Значит, да, действительно, намного вкуснее. На порядок лучше по запаху, по послевкусию, по вкусу. Я всем рекомендую эти два виски. Ну, вот, если мы сравниваем 75 евро и 110, конечно, выигрывает лечик. Они оба выигрывают. Они оба выигрываются. Но если вот мне кто-то писал в комментариях, что у них он по 90 евро, друзья, посмотрите, вдруг у вас лечить тоже по 110 стоит, и тогда лучше возьмите два и тоже сравните, но если что, лечик у вас выиграет. Хорошего вечера, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, репостите, подписывайтесь, кто не подписался. Мы еще, вы знаете, когда в прошлое видео я сказал, что я хочу только октамор, я теперь хочу лечик 10. У нас продается лечик 10, и я куплю, и мне очень стало интересно после этого, впервые в моей жизни, попробованного лечика. И хочется его лидейк назвать. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok